Добрый день! Сегодня мы продемонстрируем установку и настройку датчика уровня топлива Сиенсер Д207 длиной 700 мм. Для начала хотелось бы напомнить, что Сиенсер Д207 – это универсальное интеллектуальное устройство для измерения уровня топлива в баках различной емкости, многочисленных типов транспортных средств, в том числе спецтехники. Обзор на датчик вы можете увидеть в нашем предыдущем видео. Ссылка на него есть в описании этого ролика. Сегодня мы показываем установку датчика на автомобиль КАМАЗ с топливным баком объемом 450 литров. Для этого нам понадобится датчик с комплектом, о комплектации мы также рассказали в предыдущем видео, ручная дрель или шуруповерт, коронка по металлу диаметром 35 мм, ножовка и рулетка. Выбираем место для установки. Для корректного считывания информации датчик должен быть расположен как можно ближе к центру бака. Поверхность бака должна быть ровной и обязательно нужно учесть расположение ребер жесткости, для чего бак простукивается и осматривается на наличие сварных швов. Сверлим отверстие с помощью коронки. Следим, чтобы стружка не попала в бак. Просверлив отверстие, замеряем с помощью рулетки глубину бака. В нашем случае бак имеет глубину 54 см. От этого значения отнимаем 1-2 см. Это длина защитного наконечника с пружиной. Наносим ножовкой метку на 52 см. И по этой метке отпиливаем. Отверстие просверлено, бак замерен. Теперь можно приступать к калибровке датчика. После того, как датчик откалиброван, следует обезжирить поверхность рядом с отверстием и приступать к установке. Надеваем прокладку. Устанавливаем и закрепляем наконечник. И наносим масло-бензостойкий герметик. Сверлим отверстие под саморезы и прикручиваем датчик. Сверлим отверстие под саморезы. Прокладываем кабель от датчика к бортовому устройству. Во избежание повреждений кабель крепим парами автомобиля. Точки крепления выбираем с шагом 40 см для более жесткой фиксации. Продолжение следует... Заводим кабель в кабину рядом с устройством ГЛОНАСС. И начинаем подключение проводки к бортовой сети автомобиля. Плюс и минус. И непосредственно к бортовому устройству по 485 протоколу. Проверяется работоспособность установленного датчика с помощью программы мониторинга. Мастер проверяет показания датчика и сверяет их с реальными изменениями. Настройка произведена правильно. И после этого необходимо опломбировать все места соединений от датчика до бортового устройства. Опломбирование производится между одной из точек крепления к баку и специальным отверстием в датчике с помощью проволоки и свинцовой пломбы. По окончании процедуры обязательно производится фотофиксация готовой пломбы. Итак, датчик установлен и привязан к бортовому устройству. Наша задача выполнена. И теперь владелец транспортного средства может в полном объеме получать информацию о количестве топлива в баке прямо со своего рабочего места. Надеемся, что увиденное оказалось для вас полезным и информативным. На этом мы прощаемся. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. Задавайте свои вопросы в комментариях или звоните нам по телефону. 8-48-22-785-785 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok